Здравствуйте! Я закончил рассказ про заряженные трешки и пятерки BMW 80-х. Видео с ними вы сможете посмотреть на моем канале. Теперь думаю стоит уделить внимание более эксклюзивной модели Alpina. Alpina Roadster S, построенная на базе BMW Z4 в кузове E85, является спортивным автомобилем, который был представлен в 2003 году на франкфуртском автосалоне и производился вплоть до 2007 года. Roadster S был третьим спортивным автомобилем с открытым верхом от компании Alpina, после Alpina Z1 RLE, где RLE обозначает Roadster Limited Edition, и V8 Roadster, который был представлен в 2001 году и о котором я уже рассказывал. Ссылку на него вы сможете найти в конце видео. Roadster S был основан на базе Z4 3.0i и был доступен в двух комплектациях – базовый и лакшери. Модель лакшери имела возможность подключения к телефону через Bluetooth, спутниковую навигацию, DVD и ксеноновые фары. На автомобиль с опциональным пакетом Sport устанавливался другой стабилизатор поперечной устойчивости и увеличивался передний отрицательный развал на 1 градус. Двигатель представляет собой собранный вручную рядный 6-цилиндровый двигатель E5-2 с рабочим объемом в 3,4 литра, также используемый в B3S с кузовом E46, о котором я также кратко рассказывал в видео про серию B3. Двигатель был ничем иным, как увеличенной версией двигателя S52B32, который был впервые установлен на M3 в кузове E36, поставляемый специально для североамериканского рынка. Двигатель развивал максимальную мощность в 300 л.с. при 6300 оборотах в минуту и 360 ньютон-метров крутящего момента при 4800 оборотах в минуту. Красная зона начиналась на 7300 оборотах в минуту. Модификации двигателя от Alpine включали в себя специальную головку блока цилиндров, коленчатый вал и высокопрочные поршни Mali. Выхлопная система представляла собой блок из нержавеющей стали от Aizenman с двойными отполированными насадками. Любопытно, что на Alpine Roadster S отказались устанавливать автоматическую коробку передач Switchtronic, установив вместо нее шестиступенчатую механическую коробку передач производства фирмы ZF Friedrichhafen. Такое решение об отказе от автоматической коробкой передач было принято прежде всего для того, чтобы сделать автомобиль более интересным в управлении. В итоге такое решение вызвало только положительные отзывы. Интерьер был доступен в трех цветовых комбинациях. Черная кожа с синей и зеленой, либо только красной строчкой на приборной панели и рулевом колесе. Красная кожа с красной строчкой на приборной панели и рулевом колесе. И бежевая кожа с бордовым кантом и бордовой строчкой на панели приборов и рулевом колесе. Заметные изменения в интерьере также включали в себя синюю комбинацию приборов в стиле Alpina, логотипы и значки Alpina везде, куда можно было их засунуть, накладки на пороге Alpina, табличку на потолке с серийным номером автомобиля и спортивные сиденья с подогревом. Комфортные условия, предлагаемые BMW в качестве опции, были включены в стандартную комплектацию. Всего в обновленный интерьер было внесено более 2000 изменений. Внешние изменения включают в себя по традиции юбку переднего бампера с надписью Alpina, задний спойлер, 18-дюймовые легкосплавные диски Alpina Dynamic, включающие в себя 4 5-спицевых варианта, и 19-дюймовые диски в отделке Luxury, которые были обуты в спортивные шины Michelin Pilot, размером 235х35 спереди и 265х30 сзади. Также для того, чтобы модели от Alpina можно было легче отличить от обычных нищенских Z4 был установлен шильдик Roadster S сзади и значки 3 и 4S на передних крыльях. Автомобиль был доступен в расцветках кузова Alpina Blue, доступные в комплектации Luxury, Sterling Grey, Japan Red, доступные в базовой комплектации, Black Sapphire, Titanium Silver, Royal Red и Maldives Blue. Roadster S также был доступен с опциональной жесткой крышей. Изменения в подвеске включали в себя специальные амортизаторы от Alpina и пружины Eibach, без каких-либо других серьезных изменений. Что по поводу производительности, то Roadster S может разгоняться от 0 до 100 км в час за 5,3 секунды и по заявлению производителя может достигать максимальной скорости в 272 км в час без жесткой крыши и 277 км в час с жесткой крышей. Хотя независимые испытания показали, что максимальную скорость составила всего лишь 257 км в час. Верь после этого производителю. Теперь что касается производственного процесса. Голый кузов Roadster S изготавливался на заводе BMW в городстве Спартанбурге, городе Грирь, в штате Южная Каролина, а затем отправлялся на завод Alpina в Бухлое, Германия, для окончательной сборки. Но Roadster S также производился путем попроще, а именно модифицируя стандартный Z4 3.0, то есть разбирая стандартный интерьер и устанавливая специальный от Alpina. Меняли двигатель и устанавливали специальные компоненты от Alpina. Производство Roadster S в Европе продолжало всего 2 года. В 2004 и 2005 годах. Всего было построено 370 автомобилей, из которых почти половина, а если быть точным, 167 штук, были праворульными, созданные специально для рынка Великобритании. Причина такого короткого периода производства заключалась в том, что двигатель М54 не соответствовал новым экологическим нормам Евро-4, вступившим в силу с января 2006 года, вследствие чего BMW прекратила его поставки для Alpina. Но это не помешало продаваться автомобилю через дилерские запасы в течение всего 2006 года. На этом все. Надеюсь, вам было интересно, а главное, вы узнали для себя что-то новое. Ведь в этом и заключается главная цель моего канала. Всем спасибо, особенно тем, кто подписался. До новых выпусков!